Приветствую вас, друзья, на канале интернет-магазина пряжи и товаров для рукоделия Клубки в корзинке Сегодня мы с вами продолжаем изучать вот такие вот узоры ажурные В этот раз мы с вами возьмем узорчик посложнее У нас здесь мы с вами будем вязать каждый ряд И изнаночный в том числе Вы видите, что накидов у нас очень много Но выглядит этот узор, по-моему, просто шикарно Подойдет, ну я не знаю, его можно использовать Для любых очень красивых, дорогих и приятных вещей Использовала я для образца пихорку детских хлопок и спицы номер 3 Ну это для того, чтобы вы ориентировались, как этот узор смотрится на хлопке По-моему, выглядит здорово Давайте приступим к вязанию Раппорт узора составляет 10 петель Плюс 1 петля для симметрии Плюс 2 петли кромочные У меня здесь 20 петель на 2 раппорта Плюс 1 петля симметрии Это уже 21 петля Плюс 2 кромочные 23 петли Первые 4 ряда мы с вами вяжем просто платочкой Это значит, что мы все петли вяжем просто лицевыми Как по лицевой стороне Так и по изнаночной стороне Третий ряд тоже лицевыми Четвертый, соответственно, тоже С пятого ряда начинается самое сложное и интересное Кромочную петлю я снимаю Первая петля в раппорте лицевая Накид Три лицевые Раз, два и три Затем три петли вместе Для этого я их поворачиваю все вот так Задней стенкой справа Переснимаю Держа левую спицу за работу первую Последнюю петлю А среднюю кладу сверху на две петли И провязываю все три петли вместе Затем три лицевые И накид Повторяем раппорт Лицевая, накид Три лицевые Три вместе Три лицевые И накид Дальше одна петля лицевая Петля симметрии Мы всегда будем вязать лицевой Кромочная петля Поворачиваем вязание И я бы, конечно, хотела сказать, что шестой ряд мы вяжем полностью изнаночными Но это не так Шестой ряд у нас тоже будет и с накидами, и с убавкой Снимаем кромочную петлю И петлю симметрии провязываем изнаночной Дальше у нас по рапорту Одна изнаночная петля Один накид Две изнаночные Три вместе изнаночные Для этого я первую и вторую петлю Меняю местами Но здесь уже спицу, видите, перед работой держу левую Так, чтобы у меня на лицевой стороне Потом вот эта вот средненькая петля оказалась сверху И уже после этого все три петли провязываю вместе Забыла сказать, что я вяжу бабушкиными изнаночными Это, чтобы вы учитывали мое положение петель Мне так удобнее в таких узорах Дальше вяжем две изнаночные Накид И две изнаночные Повторяем Одна изнаночная, накид Две изнаночные Три вместе Изнаночные Две изнаночные Накид И две изнаночные Кромочная петля И переходим к вязанию седьмого ряда Кромочную петлю мы снимаем Дальше три лицевые Накид Лицевая И три вместе Лицевая Накид Две лицевые И повторяем раппорт Три лицевые петли Накид Лицевая Три вместе Лицевая Накид И две лицевые После чего Одна петля симметрии Кромочная Поворачиваем вязание Кромочная Одна петля симметрии Ее я провязываю изнаночной Дальше Одна петля Изнаночная Две лицевые Накид Три вместе Накид Две петли лицевые И две изнаночные Повторяем вязание Изнаночная Две лицевые Накид Три вместе Изнаночные Накид Две лицевые И в конце Две изнаночные Дальше Кромочная Поворачиваем вязание Девятый ряд Девятый ряд Кромочную снимаем Одна лицевая Накид Две вместе С наклоном Влево Вот так Лицевой Две вместе С наклоном Влево Лицевой Дальше Одна изнаночная Петля Накид 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 И накид Повторяем Повторяем раппорт Лицевая петля Накид Две вместе С наклоном Влево Две Изнаночные Точнее Одна изнаночная После изнаночной Накид И три вместе Лицевой После этого Накид Изнаночная Две вместе С наклоном Вправо Накид И здесь Петля Асимметрия Она лицевая И после этого Кромочная Поворачиваем Вязание И сейчас Все петли Вяжем по рисунку То есть Лицевые Вяжем лицевыми Изнаночные Плюс Накиды Плюс Все вот эти Две По три Вместе Вяжем Изнаночными Итак Изнаночная Накид Тоже Изнаночная И следующая Петля Изнаночная Потом Лицевая Дальше Накид Изнаночный Следующую Которая Три вместе Была Изнаночная И накид После чего Лицевая Дальше У нас Пять Изнаночных Там идет Четыре Пять Одна Лицевая Три Изнаночные Два И три Одна Лицевая И до конца Все изнаночные Раз Два И три Дальше Кромочная Петля Поворачиваем Вязание Одиннадцатый Ряд Кромочную Снимаю Провязываю Две Лицевые Начинаем Раппорт Звук Лицевых Дальше Накид Две Вместе С наклоном Влево Накид Потом Три Вместе Лицевой Накид Две Вместе С наклоном Вправо Лицевой Накид Лицевая Повторяем Рязание Две Лицевые Накид Две Вместе С наклоном Влево Лицевой Накид Три Вместе Лицевой Накид Две Вместе С наклоном Вправо Лицевой Накид Лицевая Дальше Петелька Симметрии Тоже Лицевая И Кромочная Поворачиваем Вязание И Двенадцатый Ряд Полностью Изнаночные Петли Все И Накид Провязываем Изнаночными И Вдвоенные Стройные Петли Тоже Изнаночными Кромочная Кромочная Петля Тринадцатый Ряд Кромочную Снимаем Дальше Начинаем Раппорт Двух Лицевых Две Лицевые Затем Изнаночная Лицевая Накид Три Вместе Ну, соответственно Лицевой Три Вместе Накид Лицевая Изнаночная И лицевая Повторяем вязание Две лицевые Изнаночная Лицевая Накид Три Три Вместе Лицевой Накид Лицевая Изнаночная Лицевая Дальше Петля Симметрии И Кромочная Петля Поворачиваем Вязание И Четырнадцатый Ряд Вяжем По Рисунку То есть Над Изнаночными Изнаночными Над Лицевыми Лицевые Над Накидами Также Провязываем Изнаночные Лицевая Лицевая Заканчиваем Двумя Изнаночными Кромочная Пятнадцатый ряд Повторяем Тринадцатый Полностью То есть Две Лицевые Одна Изнаночная Одна Лицевая Накид Три Вместе Лицевой Накид Лицевая Изнаночная Лицевая Повторяем Раппорт Две Две Лицевые Изнаночная Лицевая Накид Три Вместе Лицевой Накид Лицевая Изнаночная Изнаночная Лицевая Дальше Для симметрии тоже лицевой И кромочная Поворачиваем вязание И шестнадцатый ряд Последний в нашем раппорте Вяжем по рисунку Над изнаночными И Над накидами Провязываем изнаночные Над лицевыми Провязываем лицевые Дальше Когда вы будете завершать Свою деталь Лучше конечно Если у вас Это по задумке Как бы возможно То Провязать еще Четыре ряда Платочкой Как первые Четыре ряда Точно так же Для симметрии То есть Начинаете с платочки И заканчиваете Давайте я провяжу Еще четыре ряда Платочкой Закрою И посмотрим Что у нас получилось Вот я закрыла петли Да Провязала еще Четыре рядочка Платочка И закрыла петли Вот так вот Выглядит образец Это уже поглаженный Попаренный И Высор На горизонтальной Поверхности Образец И мне очень нравится Как получается узор Я его обязательно В будущем использую Не на шарфик Так на какую-нибудь Аккуратную Красивую Кофточку На пуговках Таких же аккуратных Мне кажется Будет здорово выглядеть Не забывайте Сохранять себе Это видео Я надеюсь оно было вам Понятным Интересным И полезным Делитесь нашими видео С друзьями И подписывайтесь на канал А с вами была я Юлия Интернет-магазин Пряжи и товаров Для рукоделия Клубки в корзинке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok